Заходите. Сейчас дождёмся, пока все зайдут. Добрый день. Я рад приветствовать вас в замке Виктора Франкенштейна. В путешествии по страшной комнате зрители ещё раз укунулись в самые драматические моменты только что увиденного спектакля «Франкенштейн». Их било током, на них прыгали с потолка грызуны. Они проверяли на прочность верёвку, на которой повесилась героиня. Но это было ещё не самое страшное. После того, как все франкенштейны умерли, здесь остался жить созданный Виктором Монстром. Да, вот он здесь. Он очень милый. Сидит в клетке, правда. Но он абсолютно безопасный. После такой экскурсии трудно сдержать эмоции, говорят зрители. В комнате ужасов. Но это страшно. Я больше туда не пойду. Довольно-таки реалистично, но не страшно. Больше интереса, чем страх, конечно. Море эмоций, горе впечатлений. Спектакль вообще потрясающий. С удовольствием попадаем за кулисы, с удовольствием боимся, с удовольствием всё трогаем, щупаем. Ещё раз пережить впечатление от страшного спектакля зрители смогли и прямо на сцене. Войти в декорации только что увиденные истории. Осмотреть лабораторию Франкенштейна, подняться на его корабль, сфотографироваться в атмосфере пьесы и побывать в музее театра. Музей – это репетиционный зал театра. Экспозиция здесь меняется постоянно. Для рождественских встреч собрали части декораций и реквизиты четырёх спектаклей. Панночка, мастер и Маргарита, Дракула и Упырь. Экскурсии проводят артисты театра у моста. Что касается духов, это на самом деле так, можно даже беспрекрасно говорить. Да, очень часто у нас в театре что-нибудь, где-нибудь шуршит, появляется, топает, и там, где это не положено, кричит. Несколько раз театр мы даже освещали. Этот реквизит работает на сцене. Гробы, кости, черепа, мечи, кинжалы, старинные зеркала, диваны. Однако настоящая мистика, говорят артисты, это не декорации и ужастики, а безумные энергии, которые движут актёрами на сцене, когда рождается чудо спектакля. Это игра, и это игра, это фантастика, что это такое. Когда она получается, это удивительно, непередаваемые ощущения. Всем их желаем. Ради этого стоит жить. В рамках традиционных рождественских встреч в этом январе артисты театра у моста сыграли Франкенштейна уже больше 30 раз. Зрители надеются, что этот спектакль потом войдёт в постоянный репертуар театра.